Слушайте, мне вот сейчас хочется одну вещь вам показать о четвертом измерении. Можно это сделать? Мне надо три человека. Мне нужен один большой человек, Рома Бессонова. Где он? Есть? И надо еще один поменьше и один совсем маленький. Пожалуйста, если можно, дайте мне таких три человека. Кто здесь метр пятьдесят ростом? Есть такой человек? Вот бежит один. Но он, по-моему, не метр пятьдесят. Молодец, хорошо. Надо теперь побольше и надо один очень большой. Где Ромео? Вот он идет. Иди сюда, дорогая. Иди сюда, стань. Станьте подальше чуть-чуть друг от друга. Посмотрите, я вам рассказываю. Сегодня вы должны понять, дорогие телезрители, послушайте, это важно. Сегодня много учений есть о позитивном мышлении, о личностном росте и так далее и тому подобное. Выходят фильмы, секрет, тайна и так далее и тому подобное. Но люди не могут понять, почему, даже слушая эти диски, почему, к примеру, погружаясь в это учение, у них не изменилась жизнь. Вы должны сейчас понять, что то, что происходит здесь, это не то, что вы слышали когда-то. Это что-то реально новое и это взрыв. Я вам объясняю. Существует четвертое измерение, духовный мир, который контролирует третье измерение, физического мира. И существует на самом деле три духа. Существует человеческий дух. Вернее, встань. Хорошо, стой так. Существует человеческий дух. Вот он. Вот он, будет он. Человеческий дух. Существует дух лукавого. И существует... Это пример просто, понял? Не входи в образ, я тебя прошу. И существует дух святой. Теперь слушайте внимательно. Когда мы смотрим, к примеру, фильмы, там, «Секрет», «Тайна», да? Когда мы слышим о положительном мышлении, позитивном мышлении и так далее и тому подобное. Речь идет о развитии человеческого духа. Что может на самом деле человеческий дух? Человеческий дух, Лида, это очень интересно, посмотри. Человеческий дух. Он, он. Это подсознание человека, чтобы вы знали. Он на самом деле имеет определенную власть. И он может задавать какой-то порядок событий. Поэтому люди, которые развивают человеческий дух, они могут в своей жизни видеть позитивные перемены. Кто-то меня услышал или нет? Но человеческий дух, как люди думают, он никогда не может заменить Бога. Поэтому учение о четвертом измерении, оно не сосредоточено просто на развитии человеческого духа. Оно сосредоточено на Духе Святом. Теперь смотрите, он не может заменить Бога и он не всемогущий. Человеческий дух имеет определенную власть, но он не всемогущий. Он может задавать порядок событий. Он может влиять на свою жизнь. Но это все будет иметь очень маленький уровень. Поэтому он маленького роста. Потом смотрите, что происходит. Существует дух лукавого. И когда мы говорим о человеческом духе, люди об этом говорят открыто. Вы поняли? Есть фильмы, диски, учения и так далее. И люди, развивая свой человеческий дух, развивая своего внутреннего человека, они могут влиять. И они могут видеть перемены в своем здоровье. Они могут видеть. Но это всегда маленький уровень. Определенный маленький уровень. Поэтому многие люди, тысячи, миллионы людей пересмотрели все эти диски, но ты не найдешь того, у кого взрыв в жизни. Потому что взрыва здесь без Бога произойти не может. Теперь слушайте дальше. При том, мы все учимся, и Библия нас учит, развивать своего внутреннего человека. Когда речь идет о духе лукавого, люди, когда они входят и развивают своего внутреннего человека, они входят в духовный мир. Посмотри. И они могут соединяться с духом лукавого. И когда они соединяются с духом дьявола, демонов, бесов, это люди конкретно, которые гадают. Это люди колдуны, ворожеи, разные спиритисты, оккультисты и так далее. Многие современные такие вещи, которые погружают человека, и человек входит своим духом, он в духовный мир и соединяется с духом лукавого. Поэтому есть демоны, которые буквально соприкасаются с человеком. И человек, он начинает становиться каналом для этих демонов. Он начинает видеть, он начинает, к примеру, они наводят порчи, они подшивают эти веревки с покойника, берут воду, которую омывали покойника, дают выпить человеку. Но все это работает на одно. Демоны начинают действовать через какой-то сосуд. И человек начинает видеть какие-то перемены в своей жизни. Ну, к примеру, девушка на кого-то приворожила. И все это на самом деле проклятие. И в конце человек платит за это своей жизнью, своим здоровьем, своим даже здравым рассудком. Многие люди с ума сходят. Дух лукавого, он может определенные вещи. Поэтому есть такие моменты, когда демоны творят чудеса. То есть люди одержимые, они творят чудеса. Разные учения и так далее. И мы видим это в Библии. Когда Моисей, он пришел в Египет. И там были волхвы египетские, идолопоклонники, одержимые люди. И знаете, что было? Моисей, он бросил жезл. И жезл превратился в змея. Они тоже бросили жезл. И жезлы тоже превратились в змея. Ну, жезл Моисей их скушал. И знаете, что было дальше? Опять чудо Моисей сотворил. И они повторились за ним. И опять чудо сотворил. И они повторились за ним. А потом уже, когда он начал творить чудеса, они не могли повторить. Потому что их уровень, что? Все, он маленький. Демоны что-то могут, чтобы обольщать людей. Поэтому есть бабки-шептушки. Есть разные ворожей. Ребенок заплакал. Они говорят, это переполох, несите к нам. И я вам скажу, что происходит. Демоны через это входят в людей. Это все духовный мир, друзья. Это все реальный духовный мир. И потом уже человек, который живет, за ним закреплен демон. Когда? Когда он только родился, через три месяца его отнесли к бабке. Шептушки. И все. Демон уже его пасет. И когда ему 20, 30, 40, 50, этот демон идет за ним. Но если он попадет в живую церковь, если он попадет и услышит Божье Слово, и сила Божья на него сойдет, эти демоны проявятся. Так как мы это видим, бывает. Теперь смотрите. И есть Дух Святой. Становись на середину. Нет, нет, ты. Дух Святой. Дух Святой. Кто это такой? Во-первых, вы должны понять одну вещь. Дух Святой. Это личность. Это личность, которая имеет свое мышление, свой разум, свою волю, свой характер. Он отделен от Отца и Сына. У Сына свой характер. У Отца свой характер. У Него, у Духа Святого свой характер. И получается, есть воля Духа Святого. Есть дела Духа Святого. Все это в сотрудничестве, в гармонии, естественно, с Отцом и Сыном. Но вы должны понять, что происходит. Дух Святой сейчас на земле. И кто Он? Он всемогущий Бог. Он тот, который творил небо и землю. Он тот, который сошел на Марию и родился Иисус. Он тот, который сошел в день Пятидесятницы. Он тот, который творит чудеса по сей день. И вот смотрите, что происходит. Когда мы говорим о четвертом измерении. Человек, развивающий свой Дух. Посмотрите, что происходит. Он направляется в четвертом измерении, концентрируясь на личность Святого Духа. И Он буквально соединяет свой Дух с Духом Святым. И в этот момент начинают твориться самые великие, невероятные, невозможные чудеса. Потому что в этот момент человеческий Дух, который ограничен, Он сталкивается с всемогущим Духом, который не ограничен. И человек может видеть в своей жизни самые невозможные перемены. Можно видеть здоровье, отличное. Можно видеть омоложение организма. Можно видеть вообще процветание. Можно видеть успех в любом деле. Можно видеть успех в служении. Можно видеть все, что ты хочешь видеть. И это все в сотрудничестве со Святым Духом. Изучая Его, понимая Его цели, ты начинаешь сотрудничать с Ним. И потом ты видишь, что ты как веточка, которая приносит много плода, и которую Бог начинает благословлять. Вот что происходит. Друзья, что такое четвертое измерение? Это соединение со Святым Духом. Чтобы Ему соединиться со Святым Духом, Ему, во-первых, нужно понимать несколько вещей. Первое. Нужно понять, что Святой Дух – это личность. И соединившись с Ним, ты должен соединиться навсегда. Ты не можешь начать и бросить. Ты не можешь сегодня просто прекратить общение с Ним. Это невозможно. Это тот, которого нельзя бросить. Это тот, с которым нельзя так поступать. Он очень нежный. Он великий. Он в то же самое время нежный. Он может быть огорчен твоим отношением. Навсегда. И это решение должно быть внутри тебя. Это раз. Во-вторых, ты должен знать язык Святого Духа. Это образы в твоей голове. И посредством образов ты передаешь информацию Духу Святому. Посредством образов ты передаешь все, что ты хочешь увидеть в своей жизни. И Дух Святой, он специализируется по образам, по видениям и мечтам. Поэтому он содействует человеку, который с ним сотрудничает. И человек начинает понимать, что ему нужно видеть. Человек начинает двигаться в этом. Скажите, вам понятно то, что я сейчас говорю? Вы должны понять, что сегодня приходит новое время. Время соединения всемогущим Богом. И время абсолютно новой жизни. Что хочет Святой Дух? Он хочет сегодня двигаться в Его служении. Аминь? И вот знаете что? На этом все у людей останавливается. Дальше люди не могут думать. Они думают, что Дух Святой, он ограничен церковной деятельностью. Но это неправда, друзья. Дух Святой, он хочет сотрудничать с Ним. И он хочет подарить Его сердцу все самое лучшее. Счастье. Царство Божье внутрь вас есть. И что такое Царство Божье? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. И вот это то, что Бог делает внутри Него. Дух Святой хочет в Его жизни являть славу Христа. Славу Христа. Потому что благодаря Иисусу Христу, Его пролитой крови, Его жертве на кресте, Его мучениям и страданиям, тому позору, который Он испытал на кресте, когда Он висел обнаженный там, друзья. Он не в накидке был. История говорит, что накидку это все придумали уже сейчас, потому что мы цивилизованные люди. Но тогда Он терпел позор и мучение, хвости вонзились в Его тело. И все это было, друзья. Ради того, чтобы сегодня Дух Святой мог действовать, чтобы у Него была вера, чтобы сегодня не было сомнений, что сегодня Бог Всемогущий будет творить все самое невозможное в Его жизни. Это то, что мы должны понять. Ты должен соединиться вот так с Духом Святым. Я буду все делать, чтобы быть с Тобой. Я буду каждый день общаться с Тобой. Я никогда Тебя не брошу. Я никогда больше не забуду Тебя. Ты самый близкий для меня с этого момента. Это то, что должно однажды произойти с Тобой. Я знаю, когда у нас будет этот саммит, это будет один из ключевых моментов, когда мы придем именно к этому. И будет происходить это таинство, обручение со Святым Духом. И это будет самый сильный момент. Я знаю, что Дух Святой, Он уже готовит многих людей именно к этому. И Он хочет явить славу Христа, славу этого прекрасного имени Иисус здесь на земле через Тебя. Аминь. Дай Богу аплодисменты. Присаживайтесь. Аминь. 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 Продолжение следует...